МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не только красота, но также талант и харизма. Как в Барнауле выбирали маленькую МИС-2023. Жители Алтайского края обращаются к Владимиру Путину из-за падения закупочных цен на молоко. В Панхрушихинском районе люди записали видеообращение, в котором рассказывают о том, что еще зимой за литр молока переработчики платили 21 рубль, а сейчас не больше 19. От самих закупщиков поступает информация, что цена упадет еще сильнее – до 16 рублей за литр. Нас обязали как-то всех развиваться, чтобы мы официально оформляли это наше хозяйство, платили налог. Говорю за себя, я официально плачу налоги с этого молока. Ну и получается, что это вообще все зря, что мне просто невыгодно держать своих коров, отдавая 90 тысяч за сено, получая за год 50. Жители села Подойниково Панхрушихинского района возмущаются, что цена на бензин и солярку, молочные продукты в магазинах не снижается, а на сырое молоко падает. При том, что личное подсобное хозяйство для многих – единственный надежный источник заработка. Некоторые жители села купили коров по соцконтракту и теперь не знают, что с ними делать с такой стоимостью молока. Уже две недели сырье по 19 рублей за литр принимают в Новичихинском, Поспелихинском, Рубцовском, Волчихинском, Михайловском районах. По информации Краевого управления антимонопольной службы, в ведомства поступили обращения от жителей семи районов – Рубцовского, Завьяловского, Черышского, Локтевского, Усть-Пристонского, Олейского и Третьяковского районов. Компаниям-переработчикам сырья отправлены запросы. За последние четыре года антимонопольщики устанавливали пять фактов, когда заключались антиконкурентные соглашения о закупочных ценах на молоко. Клещи открыли сезон, причем на пять дней раньше, чем в прошлом году. Первый официальный случай присасывания зафиксирован 30 марта в Благовещенке. Еще два, пока не попавшие в официальный список, произошли в Михайловском районе и в Барнауле. Сезон будет напряженным, уверяют специалисты. Впрочем, легкий в нашем регионе он практически и не бывает. Подробности в сюжете. Поймать клеща можно фактически в любом месте края, но наиболее опасными территориями являются предгорные районы. В Барнауле тоже есть места, где пробудившихся от спячки голодных кровососущих можно поцепить гораздо чаще. Наиболее серьезные очаги это на проспекте Космонавтов возле оптового рынка, возле завода Кристалл, на Солнечной поляне, вот эта роща у нас большая, парк юбилейный бывший, ну и окраины города. Обрабатывать территорию от клещей будут, но чуть позже. Поэтому пока, говорят специалисты, нужно быть внимательными. И в случае присасывания лучше не пытаться снимать клеща самому, а обращаться к врачу. Клещевой энцефалит, цепной ТИФ, боррелиоз, любая из этих болезней может при несвоевременном обращении привести к инвалидности или даже к летальному исходу. Не надо открывать интернет, не надо у гугла спрашивать, надо дойти до своего медицинского учреждения, потому что любое лечение, любой моноглобулин имеет не только показания, но и противопоказания. Специалисты советуют сдать клеща на анализ. Всего за сутки станет известно, заражен ли он энцефалитом, или боррелиозом. Последний, к слову, лечится иначе, уже по месту жительства. Что касается иммуноглобулина, то перебоев с поставками нет. При этом детям до 18 лет его ставят бесплатно. И не только в травмпункте 9-й детской поликлиники Барнаула, куда чаще всего обращаются родители. И важный момент. Иммуноглобулин, конечно, не конфета, но слухи о том, что ставить препарат можно раз в жизни, лишь слухи. Лучше вообще прививаться. Это самый оптимальный вариант, потому что дети очень часто могут сковырнуть клеща, сами выбросить его. Они же не понимают, что есть такая вообще опасность, особенно маленькие. Они могут от него сами избавиться, родителям ничего не сказать. И ситуация упущена полностью. Правда, прививки ставят только малышам от трех лет. Специалисты напомнили, что лишь в случае тройной вакцинации вырабатывается иммунитет. Нынче в регионе привили 35 тысяч человек. В среднем в год эта цифра близится к 140 тысячам. В целом, по словам экспертов, нынешний клещевой сезон будет напряженным. Впрочем, легким в нашем регионе он практически не бывает. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Следователи проводят комплекс мер, чтобы установить обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, который ушел из дома в селе Усть-Алейка Калманского района 1 апреля. Накануне тело ребенка обнаружили в колодце на территории промышленной площадки этого населенного пункта. На место происшествия незамедлительно выехали руководитель исследователей Олейского межрайонного следственного отдела, следователи криминалисты отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю. При осмотре тела мальчика видимых телесных повреждений не обнаружено. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи будут выяснять причины и условия, которые привели к трагедии. И к другим темам. Барнаульцы боятся водить своих детей в один из детских садов. Причина, правда, не в самой образовательной организации, а в дороге, которая ведет к ней. Родители вместе с малышами вынуждены идти прямо по проезжей части. Другого пути нет. Анастасия Дороган оценила, насколько опасно такое направление. Адреналиновое утро для жильцов квартала 20.33. Зимой новый детский сад номер 281 стал принимать детей. И все бы отлично, но безопасного пути к воротам сада нет. Мамы, папы, малыши отвоевывают дорогу машин. Шла в садик с одним ребенком, вела машина, чуть ли не наехала на нее, не останавливалась даже. Не видят то, что идут люди и не останавливаются. Я успела отдернуть. Такие случаи редки, но не хотелось бы ждать трагедии. В 281 детский сад водят малышей жильцы десятка высоток. По словам людей, время самого плотного движения с обеих сторон – 8 утра. Южный вход детсада остался без тротуара, а внутриквартальная дорога, которая ведет на Попова, слишком востребована. В таком густонаселенном районе машины и люди, идущие в детский сад, делят одну дорогу. Другой здесь просто нет. И это все машины из близлежащих многоэтажек. Ситуацию обостряет и еще один фактор. Из-за разбитой параллельной улицы Семенова существенный трафик машин выбирает именно эту дорогу. Зимой здесь было вообще просто не пройти, потому что здесь были и каналы, и колдобины. Мамы, дети вынуждены идти по дороге. Жильцы обратились в администрацию Барнаула. В мэрии им ответили, что построить тротуар с южной стороны невозможно, так как парковку сместили в сторону детского сада. Люди не спорят, дорога принадлежит машинам. Но где ходить им? У нас нет совершенно никаких приспособленных мест для прохода в сад. Хотя законодательство у нас устанавливает все нормы. И когда комиссия принимала этот детский сад, ну, наверное, все с закрытыми глазами приняли этот детский сад. Администрация просмотрела, застройщик не захотел, и комиссия не заметила. Бюджетом города Барнаула на 2023 год средства на выполнение работ по устройству тротуара в районе детского сада по адресу улица 65 лет Победы 19 не предусмотрены. При выделении целевого финансирования в 2023 и последующие годы указанный вопрос будет рассмотрен дополнительно. Жильцы квартала не намерены мириться с таким положением дел и продолжат бороться за безопасный проход к детскому саду. А пока малыши с детства учатся не бояться машин и смотреть страху прямо в глаза. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Новый эко-микрорайон появится в Барнауле на участке с перепадом высоты в 10 метров. Его особенность в том, что многоэтажные дома будут строить прямо посреди леса. За стройку хотят вести максимально щадяще, чтобы сохранить деревья. К тому же жилой комплекс должен не просто органично вписаться в рельеф, а преобразить его. Подробнее об этом в сюжете Анастасии Драган. Деревянная обрешетка по периметру обвязывается проволокой и это дает защиту и уверенность, что дерево не повредится. Спасли от вырубки, а скоро будут защищать от повреждений во время строительства. Гектар участка неподалеку от Барнаульского санатория. Через несколько лет здесь вырастет жилой комплекс. Компания «Мой дом» спроектировала микрорайон, сохраняя деревья и обыгрывая рельеф с припадом высоты в 10 метров. Мы посадили в овраг подземный паркинг, а на крыше паркинга разместили три жилых корпуса. Таким образом, мы не отнимали часть существующего леса. Рельеф – главная изюминка проекта. Пять жилых многоэтажек компактно расположатся в лесном массиве. Три в овраге и еще две наверху среди сосен. Нейтральные белосерые цвета, балконы без кричащих стекол и девять этажей. По мнению архитектора, такая высота оптимальна для того, чтобы органично вписаться в окружающий рельеф. Почему в старом жилом фонде уютно? Мы сами жили в хрущевках каких-то, потому что они были построены 50-60 лет назад. И те деревья, которые были кустиками посажены, когда сейчас они уже выросли выше крыши домов, и там всегда уютно. Там тени летом, зимой тоже, особенно если там хвойные растения присутствуют, намного себя лучше и комфортнее чувствуешь. Потому что там двор не перегревается, какая-то приватность создается. В плане благоустройства здесь все сделала сама природа. За ее сохранностью чутко следили жильцы соседнего комплекса. Они успокоились, когда застройщик представил бережливую по отношению к березам, соснам и липам концепцию. Впрочем, понравится будущий комплекс должен и за счет инфраструктуры. На первых этажах разместят детский сад, фитнес-зал, офис ТСЖ и помещение для каворкинга. Заборов не будет, заверяет архитектор. Открытое пространство для жизни прямо на природе. Еще одна фишка этого объекта – то, что дорожки будут не заасфальтированы, а деревянные. С одной стороны, это экологическая тема, а с другой стороны, недобросовестные автомобилисты не смогут ездить по дорожкам для людей. Первые работы здесь начнутся в апреле. Общий срок строительства комплекса застройщик оценивает в 2,5-3 года. Это будет первый в Барнауле жилой экокомплекс. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. Наш телеканал посетили гости из Троицкого района. Они не просто школьники-экскурсанты, а, можно сказать, будущие коллеги. Ребята из медиа-центров с микрофонами и камерами тоже снимали свой репортаж о том, что же происходит в закулисе регионального ТВ. Ну а мы от начинающих акул пера и кадра ничего не скрывали. Смотрим. Это программа «Одень с толком». Итоги недели снова подведем вместе. В студии юные гости толка. Начинающие журналисты из Троицкого района. Из школьных медиа-центров ребята приехали посмотреть, что происходит по ту сторону экрана регионального ТВ. Но за кадром и в кадре. Они и сами начинающие мастера медиасферы. Снимают репортажи, пишут статьи, монтируют ролики. Мы пробовали разные способы читать текст и снимать, но это было крайне неудобно. А смотреть прямо на камеру и еще и читать текст – это определенно удобно. Новостной репортаж – это синтез визуала и слова, над которым слаженно работают журналист, видеооператор и видеомонтажер. О специфике телевизионного сюжета рассказала шеф-редактор ТВ-толк Елена Макаренко. О том, что журналистика во многом начинается с интереса к хронике своего края, рассказал журналист-краевед Илья Кочетков. Другой формат вещания – радио. Именно отсюда на частоте 106,8 по региону разносятся новости. С искусством говорить за кадром ребят познакомила главный редактор «Комсомольской правды» Ольга Ведерникова. 830 в Барнауле, студия, имя свое называете, здравствуйте. Ребята сами создают новости, берут интервью. На базе школьных медиа-центров у них есть фото и видео студии, газеты и радио. Свои репортажи они показали известному алтайскому журналисту Сергею Манскову. Разбор полетов от мэтра был строгий, но он похвалил школьников и отметил, что путь в журналистику прокладывает любознательность. Чем больше у вас интересов, чем больше у вас хобби, тем проще вам будет реализоваться на конвейере. Интерес к миру профессий СМИ со стороны подрастающего поколения увеличивается. Современные школы стараются соответствовать запросам молодежи и потому на базе своих учебных заведений открывают медиа-центры. Поддерживают эту инициативу депутат Госдумы Александр Прокопьев. Еще в 2017 году его фонд социального содействия выделил гранты на школьные проекты в Бийске. Школы номер 3 и 25 выиграли конкурс и открыли радио и медиа-центры. А в 2022 гранты на развитие школьных медиа получили наши гости из Троицкого района. В школе решили мы организовать свою медиагруппу, поучаствовали в конкурсе Александра Прокопьева, по предоставлению грантов победили. И вот на сегодняшний день у нас медиагруппа существует. Не хватало компьютера, который был мощный и на котором можно было бы монтировать микрофоны. Все это за счет средств гранта мы приобрели. Но на этом работа фонда Прокопьева с победителями конкурса не прекращается. В планах провести масштабный медиафестиваль, который бы укрепил связи между студиями всего края. Ирина Рыбина, председатель Совета регионального отделения движения первых, подчеркнула, что развитие молодежных направлений позволяет профориентировать подрастающее поколение. Ну а мы надеемся, что за кулисой регионального медиахолдинга стала интересным проводником в мир профессий СМИ. И с нетерпением ждем репортажи экскурсии от самих ребят. Посмотреть которые можно будет на официальном сайте фонда депутата Госдумы Александра Прокопьева. Мария Мацайва, Андрей Печоркин. В Барнауле выбрали маленькую красавицу Алтая-2023. Конкурс красоты и талантов среди детей прошел уже в 19-й раз. Юные участницы от 5 до 12 лет показывали свои визитные карточки и очаровывали жюри творческими способностями. Кто из юных принцесс покорил публику, узнавала наша съемочная группа. Финал и награждение победительниц конкурса «Маленькая красавица Алтая». Участницы традиционно показывали визитную карточку, дефили в вечерних платьях и творческий номер. Я очень люблю в таких конкурсах участвовать и я сразу захотела участвовать в этом конкурсе. Я сюда пришла с поконным настроем, я пришла с этой целью, чтобы получить самое главное место – это гран-при. Дашей 8 лет и она занимается в балетной студии. На конкурсе участница танцевала номер кукла. Именно своим талантом она и покорила сердца членов жюри. Я очень горжусь собой, я была очень рада, когда услышала, что я получила самое главное место и была в восторге от себя. Кроме абсолютной победительницы, свои ленточки «Маленьких красавиц» получили еще три участницы в своих возрастных категориях, а также были присвоены звания «Мисс» в различных номинациях. Всегда скажу, что по сравнению со взрослыми судить детей очень сложно, потому что все дети талантливые, они все замечательные, они очень много предложили усилий для того, чтобы прийти на этот конкурс и показать свои таланты. Расскажите, может быть, какие-то особенные критерии оценивания? Самый главный критерий – мы не имеем права по внешним данным оценивать, все-таки здесь это творчество, обаяние, харизма, умение подать себя. В этом году финальное шоу получилось особенно ярким. Кроме красочных дефиле участниц, зрителя порадовали хореографические и вокальные выступления и даже показ мод четвероногих друзей и их хозяев. Все годы, которые мы делаем этот конкурс, у нас приезжают ребята из разных городов. Новоалтайск, Крупцовск, Бийск, Барнаум. Поэтому мы собираем талантливых девочек со всего края. За всю историю конкурса у нас есть две гран-при – маленькая мисс Россия и вторая вице-мисс – маленькая мисс мира. Мы очень в этом плане, наши девочки очень востребованы, нас знают во всем мире. Добавим, победительницы поедут на всероссийские конкурсы красоты, такие как «Маленькая красавица России», «Детская супермодель России» и «Маленькие таланты России». Юлия Щепина, Михаил Филиппов. День с толком. В Барнауле прошло открытие крупного современного спортцентра смешанных единоборств «Топ Тим Сибирь». Это яркий пример сотрудничества между государством и предпринимательством. Совместными усилиями в краевой столице создан социально значимый спортивный объект стоимостью более 100 миллионов рублей. Как прошло долгожданное открытие клуба и кто стал звездным гостем спортивного праздника – расскажем далее. Взбодрить барнаульский спорт и объединить всех поклонников ММА независимо от пола, возраста и уровня подготовки. Один из крупных в Сибири – комплекс смешанных единоборств. «Топ Тим Сибирь» отпраздновал свой официальный запуск. Открытые тренировки, развлекательная программа и звездный гость дня – спортсмен UFC Роман Копылов. К слову, строительство такого комплекса – первый краевой проект в рамках спортивного и государственно-частного партнерства. Часть средств для его создания предоставил сам основатель спортцентра Александр Локтев, а остальное – краевой и городской бюджеты. Вместе получается создавать такие социальные проекты. И вот с коллегами, инвесторами мы советуемся, и может быть, объединив усилия, опять же, совместно с муниципалитетом или с правительством нашего края, тоже создать что-то подобное, но уже нечто в больших масштабах. Это и коммерческая составляющая, и социальные часы, которые будет предоставлять инвестор для занятия физической культурой и спортом муниципальным школам. Это уже вторая точка спорткомплекса. По словам самих организаторов, новый формат строений позволит ММА выйти из подвалов устаревших секций. Просторный светлый зал, борцовский ковер, кроссфит-зона, оборудование для силовых тренировок. Он на самом деле один из крупнейших наших проектов, и мы очень рады, что нам удалось его совершить и непосредственно прибыть на открытие. Спасибо еще раз Александру, что позвал нас. Мы старались успевать за ним, старались все эти детали проработать вместе с ним, и уже непосредственно реализовали так, как это выглядит сейчас. Звездную тренировку для ребят провел чемпион мира по рукопашному бою сибиряк из Кемеровской области Роман Копылов. Спортсмен рассказал, что когда-то и для него спортивный зал в родном поселке стал стартом в карьеру большого спорта. Нет, в простом зале мы тренировались, даже первое время без матов, просто на деревянном полу. Очень рад, что в Барнауле появился именно такой современный зал, который отвечает всем требованиям, который может подготовить спортсменов, профессионалов. Несмотря на то, что мы начали где-то с 15-го года развивать ММА в крае, мы уже на уровне России достаточно хорошо двигаемся. Я бываю на различных сборах, по разным городам езжу, в целом и за границей бывал. И, честно сказать, у нас хороший уровень ММА, у нас много залов, у нас много спортсменов. Мария Мацав, Александр Антропов, День с толком. Продолжение следует...